Победим всем всегда, наша дружная семья! С этого девиза начались веселые старты. Соревновались две семьи. Это представители пришкольного лагеря, воспитанники и их мамы и папы. В этом году лагерь называется Олимпийский городок. И это подразумевает проведение большего количества соревнований для ребят. У каждой команды свои болельщики. Плакаты для поддержки. Всем отрядам мы ложили плакат, склеивали его, рисовали буквы. Сначала карандашом, потом обводили. Клеили там всякие звездочки. Очень было интересно. Мощная поддержка болельщиков помогала командам побеждать даже в самых трудных эстафетах. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Нам очень понравилось, потому что всей семьей провели время. Довольно редко получается именно так с интересом и полезно для здоровья провести время. Именно что всей семьей. Папы, мамы и дети бегали, прыгали, бросали мячи, катались на велосипедах. А болельщики подсчитывали баллы и гадали, кто же победит. Как вы думаете, кто победит? Акзамовы. Почему вы так? Потому что они знали. Они дружные, хорошие, я. Они спортивные. Я болею и за первого отряда, и за пятого. Ну, потому что, ну, больше всего болею за такой белый, за пятый отряд, потому что они проигрывают. За соревнованиями следили судьи. Они же и оценивали выступления команд. После подсчета баллов определился победитель. У нас спортивная семья. Папа – хоккеист, дочь – танцовщица. А мама? Ну, а мама – учительница, должна быть во всем первая. Но проигравших не было. Команды две, соответственно, и два призовых места. Каждую семью наградили кубком и грамотами. Главное не победа, а пример дружной и спортивной семьи. Надежда Кияшко, Александр Анфимов. Новости Губкинского.